Карты. У каждого командира должны быть карты боевых действий. Обязанность нас, снабжание нас, но не всегда. А я любил стрелять по карте. Получилось так, что в училище мне очень понравилось, когда топографию занимали, картографию. Хорошо я изучил карты. И на карте что? На карте намечаешь свою огневую позицию, где находишь там свой наблюдательный пункт. А дальше уже по карте осмотрю противника и быстро готовишь данные. Быстро, точно готовишь данные. И опять же я звонил в штаб. Я опять же Мартынову звонил. Нет карты. В конце концов, из-за этого у меня были неприятности и со штабом, и с начальником штаба. В конце концов, мне как-то сказали майор Корловский, капитан Анатолий Балкарловский, начальник штаба полка, как-то в сердцах сказал, «Трофейные карты отправляйте во вторую батарею Махатову». Он любит по карте стрелять. И стали нам приносить эти трофейные карты дивизий, немецких дивизий, операций. И мы в командировании взвода с Волковым рассматривали немцев там. Почему я еще говорю? Вот я, заместитель командира, было так. Время у нас есть, да? Перед прагской операцией командир корпуса, генерал Котков, собрал всех командиров батальонов и дивизионов. И каждый командир батальона должен был наложить состояние батальона, чтобы готов участвовать, сколько там боевых штыков там. Когда докладывал моя очередь. А перед этим раннего командира дивизиона, ну, я как заместитель стал исполнять его должности. И был на этом совещании. Докладывал командир первого дивизиона, 600-минометного полка, лейтенант Махатов. Я говорю, как лейтенант. Я немножко растерялся. А почему лейтенант? Я говорю, я не знаю. Вот. Говорит, с какого времени в корпусе воюете? Я говорю, с начала формирования. Начали воевать кем? Командиром взвода. Он командир взвода. С начала формирования. И лейтенант. Вы же через три месяца, как поехали на фронт, уже могли быть старшим лейтенантом, так? А сейчас вы заместитель. А сейчас вы командир дивизиона. Вот. Я говорю, временно. Так я временно исполняю командира дивизиона раннего. А какая ваша должность? Заместитель командира дивизиона по стрелевой части. Значит, майорская должность, так? И вы идите нам до сих пор. И начальник корпуса говорит, запишите, чтоб немедленно присвоили звание, а лучше через звание. Кто говорит, есть. Фамилия ваша, Махатов, там что-то написал. Это было в апреле 45-го года. Кончилась пражская операция. Четыре месяца, значит, еще после войны. Вот. В августе мы начали воевать. Нас отправили на восток. Начали воевать с Японией. Кончилась война с Японией. Я так лейтенантом и закончил войну. Начал лейтенантом и закончил. Это работа штаба. Они должны следить там. А после войны уже, когда мне дали документы, вот у меня так и записано в военном билете. В феврале 44-го года назначен исполняющим обязанности заместителя командира дивизиона по стрелевой части. Ну, назначены исполняющим, да. А потом я год целый воевал в этой должности. Вот должны были уже хотя бы перевести заместителем. А я четыре месяца, начиная с апреля по началу войны с Японией, исполнял должность командира дивизиона. Перед началом войны с Японии нам прислали командира дивизиона. Так и до сих пор записано исполняющие обязанности. Это, хочу сказать, что были недостатки. Но не те, что отмечают, что плохо готовили, плохо воевали. Ну, собственно, все, вот что я. А конец войны? Конец войны, где встретили и при каких обстоятельствах? Конец войны. Начали мы воевать, я уже сказал, что Украина, Болгария. В апреле месяце последняя операция была, это пражская операция. Взяли мы Берно, освободили Берно. После этого пражская операция. Корпус наступал, мы в составе корпуса наступали. Собственно, боев не было. С такими танковыми, механизированными бригадами тамшки, вот так, от Берно до Праги. И 9 мая мы вошли в Прагу и отмечали День Победы. Пражане летели Прагу встречать и кричали «На здарь!». Мы на машинах двигались, солдаты бросали конфеты, батоны там, встречали очень хорошо. В Болгарии нас встречали хорошо, в Чехловакии хорошо встречали. После пражской операции, значит, нас вывели через День или через два туда, на Черноюг, километра, так, 40-50 от Праги. Ну и где-то через месяц, да, стояли мы, значит, недалеко от Пражского села. Это какие-то были подсопные хозяйства, вот наш полк располагался. Что интересно, там, Бугор, и время от времени на Бугор пускать людей женщины за бугром, значит, чего вот так, и кричали, звали на помощь. Ну, наши солдаты берем туда, в чем дело, вот. А, оказывается, это было, немецкие такие были городки, то у нас были немецкие и в Чехловакии. И вот, значит, в Чехии приходили немецкие эти городки, там, проводили, там, обыски, там, и так далее, там. Кого-то мужчин отправляли, по-моему, отправляли они туда, в Германию, вот. Вот, и как только они появлялись, вот, женщины, вот, и звали на помощь, и наши солдаты, ну, все равно, как бы, отменяли. А Чехи говорили, что вы, это же немцы, вот, немцы, это же женщины, дети, чего с них вот сейчас брать. И вот, когда нас отправляли, уже, значит, отдали команду грузиться, вот, на железнодорожную станцию едем мы на машинах, вот. И отправляли уже, значит, немцев семьями, в Чехии отправляли немцев, значит, в Германию. Вот, они детьми, там, пешком, мы останавливали машины, давай садись, а их сопровождают Чехов, говорят, это же немцы, вот. Ну, и все, что немцы, давай садись, и ты садись. И он садился, такое отношение, ну, вот, к немцам, Чехов и русских. Мы были воспитаны в таком, ну, дружи, и не могли так относиться. Вот, часто говорят, что вот, когда наши вошли в Германию, там, насильничали, там, ничего этого не было. Ничего этого не было. Потом вышла подготовка, я помню, Александр был начальник пропаганды, вот, когда, значит, конец войны, должны были входить, значит, на немецкие территории, там специально об этом писали. То есть Германия, есть Гитлер, есть немецкий народ, есть, значит, гитлеровцы. И как нужно относиться к народу? А из японской войны какой-нибудь эпизод? Вот, значит, из японской войны, скажем так, наш корпус, вот, был введен, значит, в Монголию, Монголию. И оттуда мы наступали, когда началась война, нам объявили, вот, и двигались мы, значит, в сторону гор Большого Хингана, должны были преодолеть горы Большого Хингана и войти на территорию Китая. Практически военных действий не было. Были там, значит, кавалерийские части, в Монголии были кавалерийские части. Они не ожидали, что танки пойдут через Большой Хинган. Считали, что танки через горы Большого Хингана пойти не могут. Поэтому против нас практически эти кавалерийские, они, конечно, на высотях все отступили, и никаких боев не было. Самое тяжелое, что было, что считается, как бы, значит, ну, повалительным в наступлениях наших войск, это мы преодолели на машинах, на танках преодолели горы Большого Хингана. Ну, действительно, было очень трудно. Что мы не ожидали, но нас готовили в Монголии, говорили, там, какие высоты, там, какие дороги. Оказалось, между этими высотами были болота. Вот это мы не знали. И самое трудное было вот эти болота. У нас были судебекеры, машины у нас были судебекеры. Были машины с этими, впереди, с этими... С лебедками. Да, с лебедками. И вот, значит, растягивали лебедку, говорили, закапывали мертвеца. То есть, закапываем такое бревно. Вот. И, значит, машина себя вытягивает на ту сторону. Машина себя на ту сторону. Машина судебекеры вытащил и начинает тянуть все остальные машины. Ну, а потом уже, значит, уже подъем. Очень тяжело было. Хуже всего было вот это было болото. А потом хуже всего было спуск. То есть, та сторона была круче. И вот спуск был тяжелее, чем подъем на эти годы. Вот, знаете, были очень большие трудности. И с танками, особенно с машинами. Танки, может, легче преодолевали высоты. А машины все время приходилось там тянуть машину. Вот. И вот это было... И считается, что положительным для механизмов... Это была целая 6-я танковая армия. Ведь преодолела горе Большого Хингана. Наш 7-й мехкорпус был признан. Вот. 6-я танковая армия. И на 7-й мехкорпус преодолели горе Большого Хингана. И когда, преодолев горе Большого Хингана, эта танковая такая армада с тылу подошла к немецким войскам, уже с тылу, на этом война была закончена. Они объявили капитулацией. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова